МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В зал к нам приходят разные, стоят три, пошел. Улетел за километр, просто как для развлечения. Сейчас потыкал немного, вот. Не каждый так сможет, к примеру, ловить, да? Вот. Быстота сокращения, опять же. У меня работает 12-й подбойный молоток, я не быстрее, не медленнее. О, перехват, очень. О-о, прям. Вот я сейчас расскажу про эту работу на этом мешке. То есть тут малейшее касание, работа у него уже колоссальная, понимаете? Чуть смазан, уже идет войне вашей фрейклеи. Есть такой боксер, как Тимоти Брэдли. Вот я смотря его бои, некоторые моменты, так скажем, из боев, что когда он канадес, когда идет рука, он наносил удары именно не в то место, где находилась цель, да? Вот, например, я его ударил, он уже считается. Он наносил удары свои в те стороны, где бы мог, куда бы мог клониться его соперник. То есть он не прямо работал, он работал в стороны. Вот сюда, где-то, где бы мог оказаться. Таким образом, да, вот ты уходишь, ты думаешь, что вам будет бить гол, ты уходишь, а удар на самом деле приходит в ту сторону, от которой, как бы ты ни ждал ответа. Вот именно Тимоти Брэдли, я так обратил внимание, он с Проводниковым, такая работа у канадов. Он бил именно крестами туда, где бы мог оказаться, допустим, ну, 102 мм, с вами Проводников, когда они с ним боксировали. То есть на опережение, то есть работа приблизительно, как в футболе, да, мяч, пас дают на ход из расчета того, что добежит вблизь до определенной точки касания мяча. Вот так же и в боксе. Ты приблизительно знаешь, что при ударе джеба даун уклоняется в эту сторону. Ты бежишь в эту сторону, даун уклонился твой удар. Начиная, когда вы начинаете с ней работать, вы сразу поймете, что на ней не так уж и легко попадать. Вот, я вроде прямые бью, она уже вот, сбивается, потому что малейший сдвиг кулака в сторону, идет другая траектория. И уметь уже из этой траектории работать, то есть подхватывать из неудобных положений. То есть я работаю, да, на ней раз, уже полетела, я уже стараюсь опять выровнять. Оп, подровнял. Раз, 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 дверь. Помимо предугадывания, когда этот снаряд полетит, здесь еще тренируется быстрота реакции. То есть вы видите, насколько она быстро двигается, и тяжело на самом деле предугадать, когда полетит. Здесь уже зависит от вашей быстроты реакция. Поскольку вы быстро можете коснуться ремешка. Это скорость, да, высота реакции чуть-чуть другое. Вот, она позволяет тоже это развивать. Начинать надо, как всегда, с малого. В принципе, в любой работе в боксе, всех же джебов, да, мы же начинаем сразу бить быстро. Встали в стойку, попробовали нанести один удар. Раз, два, три. Не так уж и просто. Потом подсоединяем. Право, лево, право. Потом двойка поработает. Потом лево-лево, право-право. Уже другая траектория. Я должен раз, уже подстроился. Сразу оп, здесь. Естественно, тут и моторик. Вот здесь, в принципе, работа на любом снаряде развивает в боксере разные качества. Там выносливость, координацию. Здесь то же самое. Быстроту реакции, выносливость, координацию. То есть все. Надо работать, боксер, уметь на любом снаряде. Некоторые спрашивают, да, зачем он, да, я не могу понять, зачем. Я думаю, работаю, работаю. Ну, ты попробуй поработать здесь. Попробуй здесь, здесь поработать. И потом в ринге уже будет результат. Тот, который ни тут, ни тут не работает, однообразен, там, лево, право, лево, сбоку. Это люди умеют на разных снарядах работать. Это он более разнообразен. С ним не так уж и легко справиться. Приходят все и думают, что легко научить вовсе три удара прямо снизу сбоку, а учиться эти удары бить можно всю жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...